Намаскарам, Садгуру. Не могли бы вы мне объяснить, что такое аура? Простите, что? Аура. 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 Любая материя на планете создает вокруг себя определенное энергетическое поле. Или, другими словами, то, что вы видите как материю, на самом деле энергия. Научно доказано, что все мироздание — это энергия. Одна часть энергии проявляется в виде определенного уровня резонанса, что делает ее материальной формой. Другая часть энергии не проявляется в материальной форме. Но все же форма у нее есть. Та форма, которая еще не стала материальной или отказывается стать материальной, но все еще сохраняет форму. Это аура. Или ее называют аурой. Существует много видов аур. Аура человека может быть от полностью черной до чисто белой. И между ними возможен миллион оттенков. Ваше физическое, умственное, эмоциональное и энергетическое состояние определенным образом отражено в вашей ауре. Слишком много всего было сказано об аурах. Особенно в современных New Age сообществах. Очень много из этого — выдумки. но кое-что имеет под собой реальную основу. Не думаю, что вам стоит беспокоиться о подобных вещах. Не пытайтесь увидеть чью-то ауру. Аура — это внешняя часть человека. Я бы хотел, чтобы вы больше обращали внимание на суть человека, чем на его поверхность. Поверхность — для врачей. Потому что они хотят исправить какую-то физическую часть, которая, возможно, у кого-то работает неправильно. Духовного искателя не должна интересовать поверхность. Аура — еще более поверхностна, чем кожа. То, что вы называете аурой, это нечто еще более поверхностное, чем кожа, потому что она находится еще дальше снаружи. Если вы обладаете достаточным пониманием, она может дать вам представление о сущности конкретного человека, но вы увидите только его психологическую, эмоциональную и физическую структуру. Будет лучше, если люди на духовном пути будут игнорировать ауры и концентрироваться на том, что внутри. Если вы сконцентрируетесь на том, что внутри, у вас будет прекрасная аура. Если вы сконцентрируетесь на поверхности, у вас будет несчастная аура. Так что не смотрите на ауры других людей и на свою тоже. Прошло время посмотреть на ядро вот этого и вот этого. Если вы посмотрите на ядро вот этого, тогда естественным образом вы увидите ядро всего, потому что в ядре не существует того или другого. В ядре существует только это. На поверхности существует то и другое. Так что... Знаете, говорят, что красота поверхностна, что она заканчивается с кожей. Да, определенный вид красоты заканчивается с кожей. Вам бы не понравился человек без кожи. Если бы вы увидели кого-то без кожи, вы бы не сошли его красивым. В этом смысле да. Но аура — это даже не кожа. Так что не стоит тратить на нее свое время. Если вы осознаете ядро, то, возможно, начнете видеть и поверхность. Но пытаться увидеть и прочитать чьи-то ауры — это глупо. Вы только зря потратите свою жизнь. Если вы осознанны, если вы обладаете более глубоким восприятием, вы можете что-то увидеть. Очень важно видеть только то, что есть на самом деле. Если вы начнете видеть то, чего нет, тогда вы переедете из ашрама в сумасшедший дом. Если слишком многие из вас начнут двигаться в этом направлении, мы можем перепрофилировать ашрам в сумасшедший дом. Да. Мы хотим, чтобы ашрам оставался ашрамом. Это очень важно. Вы хотите превратить его в сумасшедший дом? Нет. Мы хотим сохранить его как ашрам. Так что, если вы хотите сохранить ашрам, вы должны концентрироваться на ядре, а не на поверхности. Если вы будете уделять слишком большое внимание поверхности, нам придется перепрофилироваться в сумасшедший дом. Существует немало сумасшедших, которые думают, что они на духовном пути. Таких на планете слишком много. Именно они, больше чем что-либо другое, отпугивают людей, ищущих духовность. Из-за того, что таких сумасшедших слишком много, трезвомыслящие люди, у которых голова работает немного получше, не хотят иметь с духовностью ничего общего. Так что, пожалуйста, не превращайте ашрам в сумасшедший дом. Если вам нужно будет туда приехать, мы не будем вас удерживать. Но не нужно превращать это место в сумасшедший дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...